Торжественное заседание, посвященное юбилею почетного научного руководителя Ядерного центра Радия Ивановича Илькаева, началось с поздравительных телеграмм от президента и премьер-министра Российской Федерации. О вкладе выдающегося ученого и исследователя восстановления и развития науки оборонно-промышленного комплекса нашей страны рассказал директор ФИАЦ-УНИЕФ Валентин Костюков. Он является инициатором и ведущим разработчиком десятков проектов, многие из которых были реализованы в серийном производстве и поставлены на вооружение, обеспечивая силу и прочность ядерного щита нашей страны. И сегодня целый ряд проектов, в разработке которых определяющую роль играл Радий Иванович Илькаев, составляет основу ядерного боевого оснащения нашей страны. Вклад Радия Ивановича в укрепление ядерного щита нашей страны и создание новейших образцов вооружения огромен. По этому приказам министра обороны юбиляра наградили медалью за укрепление боевого содружества, за содействие в решении задачи, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. Благодаря таланту ученого, самоотверженной профессиональной деятельности, ваша работа имеет неоценимое значение в поддержании и совершенствовании нашей ядерной мощи, залогом мирного развития России. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия и успехов в работе на благо нашей Родины. Радий Иванович работает в ядерном центре более 50 лет. В 61-м году прошлого века он приехал в наш город после окончания института. И его ответные слова благодарности были обращены к тем, с кем ему довелось работать на различных этапах своей деятельности. Мне пришлось работать с сотнями талантливых руководителей, инженеров, ученых. И я, конечно, им очень и очень благодарен. И я считаю, что главные задачи, которые ставила перед нами страна, мы выполним. После все присутствующие еще раз поблагодарили юбиляры за его огромный вклад в российскую и мировую науку, укрепление ядерного боевого оснащения, совершенствование военно-промышленного комплекса нашей страны. Елена Грискова, Владимир Лисик, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.